видеоуроки фотошопа здравствуйте уважаемые друзья с вами кузьмичев алексей в этом уроке я бы хотел с вами поделиться новыми методами ретуши мы с вами будем обрабатывать вот это фото избавимся от основных дефектов на коже на теле да также проведем цветокоррекцию фотографии и добавим кое-какие интересные световые эффекты и так давайте приступим первое что с вами нужно сделать это провести базовую ретушь то есть избавиться от основных дефектов кожи которые у нас присутствуют морщинки родинки и так далее да для этого создаем новый пустой слой такс выбираем теперь инструмент восстанавливающая кисть убедитесь что у вас на стройках стоят жесткость 100 процентов интервала 25 угол 117 градусов форма 76 процентов также очень важно поставить в образце все слои и начинаем зажимаем клавишу alt щелкаем чтобы взять образец и аккуратненько замазываем участки да таким вот образом так убираем здесь дефекты на подбородке на щеках переходим теперь на лоб также избавляемся от дефектов здесь здесь на тысячи ки теперь можно я думаю переключиться на точечную восстанавливающую кисть и проработать морщины также ставим угол на 120 градусов и чуть-чуть сужаем с боков нашу кисточку так поставим галочку напротив образца со всех слоев и начинаем убирать морщины около глаз таким вот образом на лбу так здесь вот около глаза открытые поры также аккуратненько заделываем при помощи устанавливающей кисточки избавимся от родинки вот здесь так от родинки тоже здесь 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 так морщины на шее также убираем таким вот образом так отлично переходим теперь на руки на груди на руках смотрим нет ли у нас каких-то явных заметных дефектов вроде здесь все у нас хорошо так еще на лице они все проработали смотрим другую руку здесь у нас очень много родинок избавляемся от них так так идем дальше смотрим здесь переходим теперь на ноги так смотрим нет ли дефектов так у нас здесь вот я вижу родимое пятно его можно убрать при помощи устанавливающей кисточки аккуратненько его избавляемся размер по 100 для кисти побольше и избавимся от этого участка так и теперь точечные устанавливающие кисточки также пройдемся по этому участку аккуратно убираем это пятно так отлично так смотрим что у нас получилось давайте сравним результаты до и после так смотрим на лице вот результат до и вот что у нас получилось после так отлично следующим шагом нам с вами нужно добавить кожи бархатистости и сделать ее чуть-чуть помягче и более сглаженной для этого мы воспользуемся новым инструментом это так называемый микс кисть настройки у нее будут у вас такие же как у меня ставим в первом окошке 17 заполнение 12 смешивание 21 нажим 17 также поставим галочку чтобы образец брался со всех слоев размер для кисти возьмем поменьше такс примерно 57 пикселей в данном случае и обязательно создайте новый слой да так приступаем начинаем аккуратненько прорабатывать кожу модели следите за тем чтобы мазки у вас накладывались по направлению теней и света чтобы не смешивать их иначе результат будет не очень хороший так сразу смотрите за результатом видите да что кожа становится гораздо мягче и сглаженней так проходимся здесь на щеках модели данный способ позволяет гораздо лучше сохранить текстуру чем все другие поэтому в данном случае мы воспользуемся им да так аккуратно продолжаем работать с кожей следим за результатом так выберем теперь кисть большего размера и проработаем уже тени на руках такс 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 следим чтобы все у нас было без недочетов да аккуратненько переходим к другой руке так прорабатываем ее так увеличиваем размер размер уменьшаем размер кисти и проработаем более мелкие детали на пальцах модели так 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 и еще немножечко можно на лице проработать как видите у нас здесь кое-где заметны недочеты такс отлично уменьшаем уменьшаем смотрим что получается так так около бровей также нужно проработать участок выберем кисть меньшего размера и аккуратненько закрасим это место так так отлично переходим теперь к последнюю участку с кожей это у нас будут ноги также здесь нам необходимо пройтись микс кистью чтобы кожа была равномерная везде такс и так же здесь не забывайте накладывать мазки по направлению теней иначе вы можете потерять объем на теле да очень важно это помнить такс отлично смотрим такс ну мы с вами закончили с кожей теперь можем двигаться дальше следующим шагом нам с вами нужно провести тоновую коррекцию фотографии но сначала давайте объединим слои с кожей в отдельную папку зажмем комбинацию shift и выберем оба слоя нажимаем теперь комбинацию control g так и помещаем таким образом наши слои в отдельную группу группу назовем кожа так и теперь мы смело можем идти дальше создаем корректирующий слой цветовой баланс так и добавим немножечко голубого оттенка к нашему снимку в средних тонах верхнем окошке ставим минус 12 в нижнем окошечке ставим плюс 3 так и теперь переходим в тени здесь ставим также минус 12 и в последнем окошке также ставим 3 переходим теперь в цвета и заставляем в верхнем окошечке 8 а в нижнем ставим минус 9 так отлично таким образом мы с вами добавили немножечко голубого оттенка к нашему снимку давайте посмотрим что у нас было до и что у нас получилось сейчас также можно немножко подкорректировать контраст на фотографии для этого создадим корректирующий слой уровня и передвинем чуть-чуть средний ползунок вправо до значения 0.95 и правый ползунок чуть-чуть сместим влево до значения 248 закрываем смотрим до и после теперь создаем еще один корректирующий слой на этот раз это у нас будет карта градиента выбираем здесь градиент вот такой вот сине-красно-желтый нажимаем ok и уменьшаем прозрачность данного градиента примерно до десяти я думаю процентов так понижаем десять процентов оставляем так отлично закрываем этот корректирующий слой ну и теперь пришло время заняться глазами нашей модели давайте увеличим фотографию мы добавим глазам глубины и настроим немножечко яркости контраст на них да и так давайте для начала их выделим выбираем инструмент перо и аккуратно обводим контур глаза так обвели один глаз то же самое делаем с другим так аккуратненько замыкаем контур щелкаем правой клавишей выбираем образовать выделенную область радиус растушевки поставим на 4 пикселя и нажмем ok переходим теперь на самый нижний слой на фоновый нажимаем комбинацию control j и помещаем получившийся слой на самый верх вот сюда так меняем режим наложения этого слоя на перекрытие и теперь добавляем данному слою корректирующий слой кривые так применяем его только к слою с глазами зажимаем клавишу alt и щелкаем на границу между этими двумя слоями так и теперь настраиваем глубину глаз по своему желанию так смотрим ну примерно вот так вот можно я думаю оставить давайте посмотрим результат до и после объединим два слоя которые у нас относятся к глазам в отдельную папочку так и посмотрим результат вот что у нас было до и вот результат после отлично продолжаем теперь мы с вами займемся настройкой света и тени на нашей фотографии для этого мы создаем новый пустой слой идем в редактирование выполнить заливку и выбираем здесь использовать 50% серого нажимаем ok и меняем режим наложения получившегося слоя на перекрытие такс теперь при помощи инструментов затемнитель и осветлитель мы с вами будем прорабатывать темные и светлые участки нашей фотографии выбираем сначала инструмент затемнитель для него мы поставим экспонирование 10% диапазон у нас стоит средние тона стоит галочка защитить тона и выберем размер кисти побольше и начнем с самых больших участков например с олба модели аккуратненько проходимся здесь затеняем темные участки делаем их более контрастными так проходимся по волосам добавляем контраст так сразу следим за результатом чтобы не перестараться переходим дальше усиливаем тень на руках на шее увеличиваем фотографию берем кисть меньшего размера и проходимся уже более детально по мелким участкам на фотографии так здесь здесь усиливаем тени на пальцах так с возьмем кисточку побольше и добавим тени здесь так продолжаем следить за получающимся результатом отлично переходим теперь дальше теперь проработаем ноги модели инструмент затемнитель берем и усиливаем тени вот таким образом также прорабатываем темные участки на одежде здесь так здесь смотрим на результат просматриваем еще где у нас остались незаконченные области и дорабатываем их теперь можно выбрать уже инструмент осветлитель и работать уже с ним так экспонирование для этого инструмента также поставим на 10 и начнем также с лица модели так аккуратненько осветляем участки так увеличим изображение и пройдемся по глазам и векам нашей модели так размер для кисти возьмем меньше еще меньше осветляем этот участок и теперь проходимся по векам модели осветляя вот эти вот участки здесь здесь и здесь так то же самое делаем со вторым глазом осветляем этот участок и проходимся по векам так отлично так же можно пройтись по губам по краешкам сделала их так же по контрастней и можно еще затемнителем пройтись так же здесь добавив немного объема такс смотрим отлично такс продолжаем опять берем осветлитель в руки уменьшаем размер и теперь проходимся уже по другим участкам более большой кистью более большой кистью здесь так здесь здесь так так теперь проходимся по рукам модели по этой части прорабатываем пальцы так ну и другую руку так же не забываем такс переходим теперь к ногам осветляем этот участок этот тем самым добавляя объема и прорабатываем более большой кистью вот этот участок отлично давайте посмотрим что у нас получается так 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 же нам с вами нужно проработать и одежду при помощи инструмента осветлитель выбираем его размер берем поменьше и начинаем усиливать контраст на складках одежды так 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 и смотрим что получается отлично Еще раз смотрим. Можно еще пройтись по волосам немножко и работа с этими инструментами у нас будет завершена. Так, чуть-чуть осветли вот эти вот участки. Так, ну в принципе все. Далее создаем объединенную копию всех наших слоев. До этого нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E и идем в пункт изображения, выбираем здесь коррекция, выбираем пункт варианта. Благодаря этому инструменту мы можем затонировать наше фото по желанию. Вы можете добавить больше того или иного оттенка. В данном случае давайте воспользуемся, например, оттенком красного. Выбираем вот этот вариант и нажимаем ОК. Так, как видите, вот что у нас с вами получилось. Прозрачность слоя можно также изменить по вашему желанию. К примеру, поставить его где-нибудь в районе 65%. Также добавляем корректирующий слой фотофильтр. Выбираем здесь холодный фильтр 80 и с очень маленькой плотностью. Примерно 8 или даже 6%. Закрываем данный корректирующий слой и нам осталось добавить сюда только световые эффекты, о которых я говорил в самом начале урока. Надеюсь, вы уже их скачали, распаковали и теперь можете открыть папочку и добавить их в нашу композицию. Так, ну вот я открыл папочку с материалами. Выбираем здесь любой понравившийся нам эффект и добавляем в нашу композицию. Ну давайте, к примеру, возьмем четвертый вариант, нажимаем открыть. Копируем Ctrl-A, Ctrl-C. Так, и вставляем в нашу композицию, нажимаем Ctrl-V. Так, уменьшаем. При помощи свободного трансформирования Ctrl-T зажимаем клавишу Shift, чтобы не потерять пропорции. Так, сразу ставим режим наложения на экран, чтобы был виден результат. Можно повернуть наши блики примерно таким образом. Так, ну пока расположим вот так. Добавляем к ним слой маску. Идем теперь в инструмент Gradient. Ставим градиент от черного к белому. Режим для него радиальный. Прозрачность 100. Инверсия. И из середины нашей композиции заливаем маску слоя вот этим градиентом. Так, чтобы у нас не было видно острых краев. Да? Так, отлично. Вот таким вот образом. И теперь уже можно двигать наши световые эффекты туда, куда хотим. К примеру, можно их оставить вот здесь. Так, ну что ж, наша работа завершена. Можно посмотреть на наш финальный результат. Давайте объединим все слои, которые у нас получились в процессе работы в отдельную группу. Нажимаем клавишу Shift, щелкаем по верхнему слою и по нижнему. Нажимаем комбинацию Ctrl-G и смотрим. Итак, вот наша фотография в начале работы. Так, можно даже чуть увеличить, чтобы был лучше виден результат. И вот что у нас получилось в процессе этого урока. Надеюсь, вам все осталось понятно. У вас получился похожий результат и вы остались им довольны. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Качайте бесплатный видеокурс «Шикарная Ретушь» за 5 простых шагов. Жмите на кнопку «Получить курс».